С 2022 года пациентки, которым из-за онкологии была удалена грудь, получили возможность сделать операции по ее реконструкции, которые оплачивает государство, а именно второй или третий этап восстановления груди. В 2022 году таких операций было сделано 355, в 2023 – 435. В квоты больницы не смогли уложиться. Деньги на оплату операций сверх квот находила Национальная служба здравоохранения. Квоты были определены в 2021 году, в конце года, что в год оперируется 300 женщин. Но на самом деле эти два года прошедших подтвердили, что необходимо 480 операций в год. Таким образом, не только женщины, у которых открыто, вот сейчас найдена онкология в груди, и они вынуждены пройти мастектомию, то есть ампутацию груди, но еще и в это число входят те, кому предыдущие 20 лет была недоступна такая операция. В этом году Национальная служба здравоохранения решила, что операции, которые проводятся вне государственных квот, оплачиваться не будут. Рижская восточная больница и больница Паула Страденя вынуждены были отменить 40 запланированных операций. 149 мест в квотах на следующий год уже заполнены, поэтому дефицит финансирования будет только расти, говорят в онко-альянсе. Это значит, что все, кто заболеет в следующем году, их реконструкция груди под очень большим вопросом. Эта ситуация настолько критична, что я впервые в жизни, хотя я сама воспитала сына патриота, я впервые в жизни употребляю слово дискриминация. И молчать не могу, потому что это действительно так, об этом говорят и онкологи, и, конечно же, и пациенты. По сути, это плановая услуга. У учреждений есть определенная сумма на определенное число пациентов. И медицинские учреждения тоже должны быть ответственными. Конечно, мы можем надеяться на дополнительные средства в бюджете, но если денег не хватает на эти плановые услуги, то нужно создавать очередь. В министерстве говорят, что в предыдущие годы была возможность перераспределить средства этой программы между учреждениями, а теперь нет. Вы все знаете, что в следующем году бюджет нацелен на оборону, безопасность государства, внутреннюю и внешнюю. Скорее всего, дополнительного финансирования на эту услугу не будет. На неотложные услуги нам нужно найти финансирование. А эта услуга не срочная, она просто улучшает качество жизни. Решать женщин право быть женщинами, право гордиться своей страной – вот это сейчас результаты, к сожалению, такого решения наших административных органов.